Здравствуйте! Это программа Перекрёсток. Меня зовут Евгений Макеевский. В Череповце праздничная неделя. Мы готовимся отмечать День Металлурга и, конечно же, 60-летие Череповецкого металлургического комбината. И в этот день, накануне Дня Металлурга, мы не могли не пригласить генерального директора дивизиона «Северсталь» и «Российская сталь» Сергея Сергеевича Торопова. Здравствуйте, Сергей Сергеевич! Здравствуйте, Евгений! Я вас поздравляю с наступающим праздником. Спасибо! Конечно же, сегодня мы будем говорить о том, что нас ждёт, будем говорить о предприятии. И вот 60 лет для человека это возраст достаточно такой серьезный и серьезный. А для предприятия, как вы считаете, это молодость, отрочество или тоже старость? Ну, наверное, на этот вопрос ответить однозначно нельзя. Мы много встречаемся с ветеранами, люди с довольно-таки большим стажем давно у нас работают. И вроде бы 60 лет даже для человека это возраст. С другой стороны, абсолютно меняющаяся ситуация в стране, в мире. И даже наши клиенты устанавливают совершенно новые планки для нас. И поэтому здесь ты чувствуешь себя как раз молодым, потому что новые требования, надо что-то по-новому делать. В любом случае, есть на что опираться компании. И 60 лет это все-таки огромный опыт. Огромные коллективы, которые строили, развивали производство, осваивали новые технологии. И мы на этот опыт опираемся. Ну вот, кстати, о молодежи. Молодой человек, сейчас как раз время такое, пытается выбрать профессию инженера. Вы ему посоветуете становиться инженером вот сейчас, в это время? Или юристом, экономистом, бухгалтером? Конечно, посоветую. Металлургия всегда отличалась довольно-таки серьезными требованиями. Конечно, подготовка настоящего металлурга, настоящего будущего металлурга проходит такими же, может быть, серьезными требованиями, серьезными задачами, серьезными специализированными программами. Для технаря, если говорить в понимании металлурга, те, кто приходят, опять же, новые требования выдвигают новое время. И даже существующие технологии мы постоянно смотрим над изменениями и их модернизируем. Конечно, для технаря, поле для деятельности огромное. Плюс вводим новые агрегаты и, опять же, обучаем в том числе новых работников. Ну, что касается других профессий, вроде бы как они всегда считались вспомогательными, но на самом деле это профессии, без которых нельзя жить. Если люди, юристы и экономисты, в простонародье называемый менеджмент, то здесь, конечно, тоже зависит очень, как научили в институте, от квалификации, ну и, конечно, совместной командной работы. Но для примера стоит отметить, что молодые специалисты всегда были в приоритете у компании. И порядка двух тысяч молодых специалистов работают. И за прошлый год мы устроили 250 молодых специалистов. Поэтому для них всегда есть дорога и всегда открыта карьерная лестница. Не секрет, что на Северстале в Череповце работают престижно. Но есть ли у вас какие-то программы по, так скажем, по заманиванию особо нужных вам специалистов, молодых? Работаете ли вы вот со школой, допустим? Конечно, работаем. Называются они не заманивания, а программы в том числе удержания молодых специалистов. Конечно, мы их смотрим, начиная со школы и смотрим их в институте. Они к нам приезжают на практику, уже определяемся в пределах 3-5 лет, на какие мы их возьмем в агрегаты, в какие подразделения, в какие дирекции. И особый фокус строим на них. То есть помимо социальных программ, которые мы предоставляем, жилье, целевые выплаты при трудоустройстве, естественно, смотрим, составляя некий карьерный трек. И у нас молодой специалист, либо молодой работник идет по этому пути, если, конечно, как я говорил, у него горят глаза, у него есть желания и так далее. — Говоря о Северстале, здесь в Череповце мы вспоминаем не только престижность работы, но мы еще вспоминаем экологию. В прошлом году вы реализовали большой экологический проект на предприятии, который требовал больших финансовых затрат. Делается ли что-то в этом году уже? Или вы взяли паузу, сделали такой проект большой и все, поставили на паузу? — Вы правильно отметили, Евгений. Действительно, проект был уникальный, установка улавливания организованных выбросов. И, конечно, мы не останавливаемся. Мы продолжаем два наших не менее крупных мероприятия по воздухоохранной деятельности. Это газочистка коксоглодоминного производства. И боремся с сероводородом, новой нашей технологией, которую мы совсем недавно придумали и уже достаточно успешно опробовали. И что касается водоохранной деятельности, то продолжается реконструкция единой фильтровальной станции. И здесь задача снизить количество выбросов на двух существующих наших стоках. — То есть экологические вопросы продолжают решать? — Экологическая. — Это тоже приоритет? — Это приоритет. — А вот вы, какой руководитель на предприятии? А авторитарный или демократ? И вообще допускаете ли шутки на рабочем месте? — Хороший вопрос. Наверное, оба стиля управления, и авторитарный, и демократичный, имеют свои плюсы и минусы. Конечно, используем оба, но стараемся от минусов каждого из вариантов уходить. Шутки, они, конечно, приветствуются, но также в зависимости от места и от качества этой шутки. Но с коллегами, с кем мы трудимся вместе, с директорами, с новой командой «Российской стали», мы действительно в таких более-менее партнерских отношениях. И шутки у нас допускаются и на совещаниях, и на каких-то, ну и, конечно, на наших совместных неформальных встречах. Ну, что касается требовательности, наверное, для всех уже не секрет, что я достаточно требовательный человек, несмотря ни на что. У меня вопрос как папа к папе. А с дочерью как? Влияете ли вы на ее решение? С кем дружить? Что носить? Куда поступать? Дочь достаточно самостоятельная. Сама выбрала институт, сама поступила и сама продолжает развиваться. Конечно, надеюсь, что мои советы и мое мнение для нее очень важны, но человек достаточно самостоятельный, и я верю, что у нее большое будущее. Советуется с вами сама-то она? Иногда советуется, прислушивается часто, советуется иногда. Ну, давайте вернемся на предприятие. Слово «кризис» всегда идет рука об руку с сокращением. Что вот, что стоит ли бояться? Сокращение массового, понятно, что. Массовых сокращений не будет. Мы всегда придерживаемся принципов разумности в этом подходе, и все наши оптимизационные решения, они исходят в том числе, исходя из логики бизнеса, из логики повышения эффективности. Ну, а что касается существующих условий, то сегодня в основном это естественный отток, уход на пенсию, либо уход работника по собственному желанию. Ну, и, к сожалению, встречается и уход работников, которые допустили определенное злоупотребление, а именно попадание в состояние алкогольного опьянения, то есть на рабочем месте, либо при приходе на работу. Вот, кстати, про алкотестеры. Скажите, пожалуйста, вот эта практика, которую вы внедрили, причем вы внедрили не только для своих работников, но и для всех, кто приходит к вам на предприятие, оправдала себя и насколько статистика здесь? Мы считаем, что она себя оправдывает. С одной стороны, у нас, конечно, достаточно жесткие требования предъявляемые, но, с другой стороны, мы видим определенные улучшения, и это говорят, в том числе, наши семьи и работники говорят, что уже, если сравнивать, там 10-15 лет, немножко разные условия. Ну, а что касается правил, правила и для гостей, и для работников они едины. На рабочем месте ты должен работать безопасно и должен работать в состоянии, в котором, ну, как бы, не будешь допускать никаких там неадекватных решений, либо работать с соблюдением всех правил технологий. А вы вообще сами в жизни эмоциональный человек, или у вас такой характер, спокойный, энергический? На себе говорить сложно, наверное, лучше спросить у коллег. Если говорить по работе, то, конечно, у любого руководителя одно из качеств должно быть выдержанность. И мы, значит, следуем этому правилу. Дома я, конечно, более эмоциональный. То есть, есть у меня любимые люди, супруга, дочь, родители, и, конечно, для них хороший муж, отец или сын. Ну, а эмоции, они могут быть разные, да, и, может быть, и позитивные, иногда, может быть, где-то негативные. Но все должно быть в меру. Что читаете? Фильмы смотрите? Остается ли время вот на это? Или только бизнес-литературу читаете на работе? Читаю достаточно много. И, конечно, в большей степени бизнес-литературу художественную чуть поменьше. Ну, и, конечно, очень много так или иначе информации, читая, связанных с совещанием, с текущей работой. В фильмы недавно посмотрел «Битву за Севастополь». Конечно, впечатляет. Не только впечатляет режиссерская работа и роль актеров, как они сыграли. Вообще, понимаешь, насколько страшная война. И, конечно, большое уважение нашим ветеранам пройти через такое и, самое главное, победить. Давайте поговорим еще. В одной вашей страсте я знаю, что вы любите хоккей. Но в прошлом сезоне хоккейный клуб «Северсталь» показал не очень хорошую игру, не очень хорошие результаты. Не будем говорить сейчас о том, как они играли. Давайте будем говорить о том, что сделали. Сделали ли какие-то выводы? И какие задачи вы уже, они уже приступили к первым тренировкам, поставили перед ними? Выводы сделаны. И это не только отразилось в смене или частичной смене тренерского штаба. То есть мы пригласили первого в истории Череповецкого клуба иностранного специалиста Вацлаву Сикору. Помогают ему остался в команде Игорь Петров. Мы пригласили Дмитрия Юшкевича, череповецкого воспитанника. Ну и Ростислав Хас будет работать с вратарской линией. Мы считаем, что это усиление должно помочь нашей команде. Команда подбирается хорошая. Мы изначально и всегда пропагандировали ставку на череповецких лидеров. И мы видим, где сегодня некоторые из наших лидеров. Тем не менее, команда, на мой взгляд, хорошо окомплектована. И сегодня находится на сборах. Среди фамилий можно отметить Евгений Сахароходов, который вернулся через 10 лет на Череповецкую землю. Дмитрий Кагарлицкий, с которым мы подписали двухлетний контракт. Павел Бученевич остался в команде. Можно многое говорить. Андрей Шефер и Якуб Штепанек. Ну и, конечно, делаем ставку на молодежь. Данила Вовченко, Вадима Кудака, Вихарев. То есть, хорошие ребята растут. И Алмаз продемонстрировал в прошлом году очень хороший, на мой взгляд, результат. Поэтому ставку будем делать не только на какую-то результативность, хотя и это, приоритет остается. То есть, выход с первого круга. Ну и, конечно, будем показывать красивый хоккей, победный хоккей. Ну, то есть, вы верите в нашу команду? Я всегда верил в нашу команду. Ну, странно, если бы президент клуба не верил. Вообще, как я, как болельщик и любитель хоккея. Конечно, я понимаю, сколько это сложная игра, и вроде кажущиеся, вот, ну, такие, некоторые ошибки воспринимаются таким каким-то... Не понимаем, как так можно играть, но мы не должны забывать, что растет уровень хоккей. Растут другие команды, есть другие лидеры, другие звезды, и с ними играть гораздо сложнее. Но я верю в черепецкий хоккей. В прошлом году вы... Одна из инициатив, она уже не один год существует, это «Хоккей без границ», когда болельщики с ограниченными возможностями приходят и смотрят на хоккей. В этом году она удостоилась приза гражданской инициативы. Будете ли вы продолжать? То есть, смогут ли болельщики с ограниченными возможностями приходить и смотреть, и болеть за свою команду? Обязательно будем продолжать. Действительно, инициатива раздиралась при обсуждении с нашими директорами. И, конечно, рады, что нас вот так отметили такой номинацией. Конечно, будем продолжать. У людей точно не должно быть никаких границ, связанных с какими-то ограничениями. Поэтому поддержка с нашей стороны будет. Ну и вот увеличилось количество болельщиков именно с ограниченными возможностями. Я думаю, что будет увеличиваться еще. Как сказываются ваши отношения с социальными сетями? Есть ли у вас странички в Фейсбуке, ВКонтакте, в Твиттере? Пользуетесь ли вы Инстаграмом? Личных страничек нет. Все-таки есть какая-то личная жизнь, и я не особо люблю, когда либо в нее вторгаются, и стараются каким-то образом ограничить это. Но, тем не менее, активно читаю о нашей компании, о нашей работе, где-то о себе. Очень интересные вопросы, которые задают нам, и зачастую задают их такие, действительно, очень откровенные и очень интересные, на которые надо отвечать. Ну и абсолютно не поддерживаю тех людей, кто говорит о компании, либо с какой-то критикой, не понимая, что на самом деле происходит, выливая уши от грязи, или сравнивая нас с кем-то. Я просто знаю, что эти люди никогда не работали, и те, кто работают, не позволили бы себе говорить о компании. Профессия такая, тролли. Но писать надо, да? Писать надо. И вы читаете это все? Я читаю. Ну, это замечательно. Давайте вернемся к юбилейной неделе, она в самом разгаре, впереди апогеи праздника. Какие сюрпризы ждут? Может, раскроете что-нибудь? Так и хотелось бы раскрыть, но сюрприз, чтобы он был преподнесен именно в то время и вот с нужным качеством. Поэтому сюрприз будет на гала-концерте. Это завтра, пятница? Это завтра будет. И несколько сюрпризов будет уже на выходных днях. Суббота у нас начнется, как всегда, с детей, то есть будет организован большой детский праздник с привлечением звезд, с крупных проектов. Организованы аттракционы. Дальше будет шествие, я надеюсь, что будет около двух тысяч участников. Будут сюрпризы на стадионе «Металлург». Денис Майданов поможет в этом мероприятии нам. Дальше также будет несколько сюрпризов уже на площади «Металлургов», где будет выступать дискотека «Авария». Ну а в воскресенье, может быть, таким каким-то апогеем, праздником, и вот по статистике уже отмечают это одно из таких ключевых мероприятий, как гала-концерт. Это выступление пилотажной группы «Русские витязи». Как мы знаем, и работники много об этом говорили, группа прилетит, пообещала сделать прекрасное шоу, и мы надеемся, что всем жителям это понравится. Ну и надеюсь, конечно, погода все-таки... Сюрпризов как раз без сюрпризов, да. Но салют-то же будет? Салют. Ну, салют это само собой размещено, хотя, конечно, тоже с определенными сюрпризами. А авиашоу будет над акваторией Шексны. Так точно. Ну, все сюрпризы, я надеюсь, что вы увидите в нашей трансляции. Мы будем показывать для тех, кто не попадет на этот праздник в пятницу. Спасибо большое, Сергей Сергеевич. Я еще раз вас поздравляю с 60-летием комбината, который у нас вот так вот... Мы сначала День Металлурга отметим, а 60-летие еще 24 августа у нас. Сергей Сергеевич Торопов, генеральный директор дивизиона «Северсталь» «Российская сталь» был у нас сегодня в гостях. Спасибо, приходите. Спасибо, Евгений. И вас хотелось бы поздравить с праздником, потому что, как я говорил, город и завод неотделимы, поэтому это тоже праздник всего города. Ну, и, конечно, праздник Металлургов. Это была программа «Перекресток». Увидимся. Спасибо.